Парк Толстого В этот день в парке Толстого были задействованы все площадки. На одной из них развернулась настоящая ремесленная выставка. Здесь химчан и гостей города познакомились с гончарным, кузнечным и оружейным делом. Данный уголок фестиваля у нас посвящен истории нашего древнего государства. Вот шлем начала 10 века, который был найден в Южной Руси в Чернигове. А вот меч того же самого периода, но уже из Смоленска. И, конечно же, щит, который обеспечивает большую площадь покрытия для защиты тела. Именно с таким снаряжением наши предки сражались против противника. Наши корни, это только наши корни. И если мы не будем показывать, рассказывать о них, то наше будущее поколение, к сожалению, об этом, наверное, очень быстро забудет. Химкинскому историческому клубу «Солнцеворот» больше 16 лет. Реконструкторы с особым вниманием подходят к воссозданию каждого исторического предмета. Мы создаем быт наших предков, вооружение. То есть что-то мы стараемся делать своими руками. Там щиты, вся одежда, это все, что на мне одето, это сшито нашими прекрасными дамами. Вот, что-то мы заказываем у мастеров, да, там шлем, меч. На фестивале свой талант показали и другие мастера, которые шьют игрушки, вяжут сумки, делают аксессуары. А еще здесь различные сладости и тоже ручной работы. Пастила, зефир, конфеты. Тут же мастер-класс от лучших мастеров по декоративно-прикладному искусству. Шикарно. Куча всяких занятий для детей, там, очень много аксессуаров химкинских, которые там для поздравлений. Ну, народ с улыбками, все. Когда народ вокруг улыбается, уже хорошо. А в данный момент все довольны, нравится, весело. Изюминкой фестиваля стала фланкировка. Это казачий танец с клинком. Этому красивому виду хореографии с шашкой, которая тренирует координацию и скорость, обучали всех желающих. А теперь мы берем две шашки и делаем вот так. Раз, два. У мужчин это обычно лучше получается. Да. Фланкировка в основном зародилась в казачестве. Это как было развлечение казаков на привале, скажем так, показать свою казачью, удалецкую такую удаль. Мужчины, если больше работают в рубящих и колющих ударах, то девушки, вот посмотрите, у нас все плавно, грациозно. В завершении фестиваля в честь Дня города спортсменки из школы танца устроили настоящее шоу. Выступили в костюмах и продемонстрировали свои навыки хореографии. Массовые гуляния в парке Толстого длились целый день. Насыщенная программа, конечно же, для детей. Это и конкурс рисунков на асфальте, настольные игры, батуты, мастер-классы. Развлечение по душе мог найти любой желающий. Главное, хорошее настроение и желание участвовать. Андрей Панченко, Вильфрид Демковский. Новости Химки ТВ.